Ржевская битва. Вердинт Советско-Германского фронта. В 1989-1990 г.г. Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне вываляли в грязи, старались лишить святости и смысла. Мол, воевали плохо, трупами завалили, победили вопреки командованию и Верховному Головнокомандующему. В это время засекреченная Ржевская битва стала одним из главных символов низкого профессионального уровня советского командования, ошибок Сталина, огромных бессмысленных потерь Красной Армии и Т. Д. Кино о том, как советских солдат расстреливали за листовки. К 75-летию Великой Победы российский кинематограф снова попытался выдать соответствующий продукт. В начале декабря 2019 года вышел фильм «Ржев». Очевидно, кинематографисты попытались совместить несовместимое. С одной стороны, Великая Отечественная война снова, как в Союзе, священна. В условиях отсутствия реальных побед народ пытаются отвлечь подвигами предков. При этом умалчивают, что мы потерпели поражение в 1991-1993 годах. В холодной, Третьей мировой, войне. Что в отношении русской державы и народа реализованы планы, которые вынашивали главари Третьего Рейха. Великая Россия, СССР, расчленена. У нас отняли Киев древнюю русскую столицу. Малую Белую Русь, Прибалтику, Бессарабию, Молдавию, Закавказье, Туркестан. Русская культура и язык, образование и наука, социальная инфраструктура, хозяйство понесли такие потери, как будто по России несколько раз прошлись гитлеровский пол чаще. Русский народ стремительно вымирает, теряет русскость, свое я. С другой стороны, социалистический строй из Сталина хвалить не принято. Советский Союз по-прежнему считается большей частью политической верхушки, либералами и интеллигенцией проклятым временем, когда были репрессии, гулаг, очереди и галоши. В. В. Путин, СССР ничего не производил, кроме галош. Отсюда раздвоение. В. Великую Отечественную войну очернять уже нельзя, как раньше. Создан целый культ Великой войны. Проводятся масштабные парады, пытаются воспитывать молодежь на примерах героев войны, потоком идут фильмы и сериалы про войну. Правда, в основном халтура, ничего похожее на советские шедевры нет. А с другой стороны, мавзолей во время парада победы стыдливо закрывают фанерой, в стране господствует капиталистический прозападный строй. Враждебный социалистическому, народному, при котором народ победил гитлеровский Евросоюз. Знамя победы несовместимо с ответственным бизнесом, крупным капиталом, который занят торгошеством, лишает державу и народ будущего. Отсюда и фильмы вроде Ржева. Здесь присутствует традиционная антисоветская мифология, победили вопреки командованию, трупами завалили, воюем непрофессионально, раньше было лучше, в старой, царской России, мол, воевали по уму. Офицеры-особисты, политруки занимаются борьбой со своими же солдатами. Солдата, который взял немецкую листовку, приказывают расстрелять ИПР. Хотя в реальности особисты, контрразведка внесли большой вклад в общую победу, решали важнейшие задачи, выявляли вражескую агентуру, диверсантов и изменников. Расстрел за листовку – это откровенная чушь. Подбитые советские танки Т-34 и английские танки «Валентайн», под прикрытием одного из которых оборудована позиция немецких солдат. Район Ржева, 1942 год. Советский Вердин. Ржевская битва, январь 1942-март 1943 год, вопреки либеральной, антисоветской мифологии, не была засекреченной. В действительности бои в районе Ржева не были секретными, на них просто не заостряли внимание, как на битве за Москву, обороне Ленинграда или Сталинграда. В советской историографии Ржевская битва рассматривалась не как одно сражение, растянувшееся больше чем на год, а как несколько различных операций. Кроме того, несмотря на длительность, упорство и большие потери, бои за Ржев никогда не имели ключевого значения на русском фронте. Дело было в том, что ни одна из сторон не смогла здесь добиться решительного успеха, который мог бы изменить ситуацию на всем фронте. Вторая мировая война в целом была войной моторов, маневренной, основанной на танковых ударах и быстрых прорывах. А битва за Ржев во многом походила на позиционные сражения Первой мировой войны. Не зря немцы и сами сравнивали это сражение с Верденским в 1916 году. Один из участников летнего сражения под Ржевом, командир батальона Хокки из немецкой 6-й пехотной дивизии, позднее так вспоминал эти бои. Это больше не было войной автоматов и пулеметов, ручные гранаты и пистолетов, как зимой. Это был материал Шлачт, битва техники Первой мировой войны, битва, в которой атакующий пытался уничтожить противника сталью, ливнем стали, летящей в воздухе и несущейся на гусеницах, когда человек вмешивался только в последний момент, чтобы уничтожить, на этом лунном пейзаже, то, что еще выжило в мясорубке. Немецкие лыжники под прикрытием танка ПЗ, КПФВ, Туосф, Ф. Из состава 7-й танковой дивизии Вермахта в районе Ржева. Февраль 1942 год. Немецкие солдаты спрыгивают с танка ПЗ, КПФВ, 38, Ти, на лесной дороге в районе Ржева. Лето 1942 год. Ворота к Москве. При этом Ржевская битва, конечно, имела стратегическое значение. Немецкие войска захватили Ржев в октябре 1941 года. Но тогда это было обычное событие, пал очередной город. Решалась судьба Москвы, возможно, и всей войны. Ржев приобрел важное значение после успешного контрнаступления Красной Армии в декабре 1941 года. Советская Ставка, переоценив свои успехи и недооценивая противника, задумала зимой 1942 года провести широкое стратегическое наступление с целью разгрома немецкой группы армий «Центр». Частью этого наступления стала Ржевская-Виземская операция, 8 января 20 апреля 1942 года. Ставка Верховного Головнокомандования, ВГК, в своей директиве от 7 января 1942 года приказала охватывающими ударами армии правого крыла Калининского фронта под командованием И. С. Канева из района северо-западнее Ржева на Сычевку, Визьму и войск левого крыла Западного фронта под командованием Г. К. Жукова из района Калуги в направлении Йохнова, Вязи с одновременным наступлением остальных армий Западного фронта на Сычевку и Гжатска кружить, расчленить и уничтожить основные силы группы армии «Центр» в районе Ржева, Вязьмы, Йохнова, Гжатска. Это был наиболее успешный этап битвы за Ржев. Советские войска смогли отбросить противника на западном направлении на 80-250 километров, завершили освобождение Московской и Тульской областей, отбили многие районы Калининской и Смоленской областей. Результатом операции стало образование Ржевско-Виземского выступа. При этом обе стороны в ходе упорных боев понесли большие потери. Германская группа армии «Центр» потеряла около половины личного состава. Наши войска также понесли тяжелые потери. Так ударные силы Западного фронта, 33-я армия, 1-й гвардейский кавкорпус и 4-й воздушно-десантный корпус, были блокированы противником, вели бои в окружении. Действуя в телу врага, части 33-я армии во взаимодействии с кавалерией, десантниками и партизанами до лета 1942 года, сражались в окружении, удерживали большой район и отвлекали на себя значительные силы противника. В ходе тяжелых боев в окружении погиб раненый командант Михаил Григорьевич Ефремов, застрелился, чтобы избежать пленения. Многие части армии смогли прорваться к своим. Частично блокированными немцами в районе Холм-Жирковского оказались войска Калининского фронта, 39-я армия и 11-й кавкорпус. В июле 1942 года 9-я немецкая армия провела операцию «Зиглиц». 39-я советская армия и 11-й кавкорпус оказались в котле, были рассечены на части и уничтожены. Часть советских войск прорвалась к своим. Таким образом, в ходе боев зимы и весны 1942 года был образован Ржевско-Виземский выступ, плацдарм до 160 км в глубину и до 200 км по фронту. На территории Ржевско-Виземского выступа проходили две крупные железные дороги – Великой Луки-Ржев и Орша-Смоленск-Вязьма. Ржевское направление было для немцев одним из ключевых. Оно располагалось между осажденным Ленинградом и Москвой. Немецкие солдаты из 2-й авиаполевой дивизии Люфтваффе в боевом охранении в районе Ржева. Один из солдат заряжает пулемет MG-30T, трофейный чехословацкий станковый пулемет CZ. 30. 1942 год. Немецкие артиллерийские позиции юго-западнее Ржева. В центре установлены на прямую наводку 88 мм зенитное орудие – 8,8 см флаг 36-37. Зима 1942 год. Немецкие пулеметчики, занявшие позицию на железнодорожной насыпи во время боя в районе Ржева. Май 1942 год. Победа немцев. В чем причины такой затяжной и кровопролитной битвы? Во-первых, немецкое верховное командование приказывало стоять насмерть, до последнего лилия надежду вернуться к операции по захвату Москвы. Ржевский плацдарм позволял возобновить битву за Москву. Поэтому здесь были сосредоточены 2-3 всех сил германской группы армий «Центр». Здесь располагались отборные немецкие части, к примеру элитная дивизия Великая Германия. Немецкие войска не были разбавлены европейским интернационалом, румынами, итальянцами, венграми и ПР. Немецкий генералитет в целом был качественно лучше подготовлен, чем советский, качество управления. Немцы имели здесь мощные подвижные соединения, плюс в районе выступа располагались резервы группы армий «Центр», танковые дивизии. Важным фактором был перевес немцев в артиллерии, особенно тяжелый. Летом 1942 года военная промышленность СССР еще не вполне восстановилась от катастроф 1941 года и эвакуации. В отношении боеприпасов производство еще сильно отставало от германского. На один тяжелый снаряд, выстреливаемый в сторону немецких позиций советской артиллерии, в ответ прилетало два или три. Перевес в огневой артиллерийской мощи позволял немцам успешно сдерживать натиск Красной Армии. Немцы создали мощную оборону, умело использовали резервы, наносили сильные контрудары. Советское командование долго не могло создать решающего перевеса в силах и средствах, чтобы сокрушить противника. Это позволяло немцам успешно отбивать советские наступления. Красная Армия несла большие потери, чем противник. В целом это обычная ситуация, когда нет решающего перевеса в силах и средствах, а враг опирается на сильную оборону. Так можно вспомнить оборону Порт-Артура, когда японцы потеряли намного больше людей, чем обороняющиеся русские, или первый этап Зимней войны, когда Красная Армия умылась кровью на линии Маннергейма. В целом потери в Ржевском сражении не слишком значительно отличались от потерь советских войск в начальном периоде Великой Отечественной войны. Наука воевать была кровавой. Чтобы сломать непобедимый вермахт и стать лучшей армией планеты Красной Армии пришлось заплатить высокую цену. В Ржевской битве создали миф о поражении Красной Армии. Мол, немцев завалили трупами, а 9-я немецкая армия под командованием Морелени была разгромлена и зимой 1943 года успешно покинула Ржевско-Веземский выступ, операция Буэлл. Это явное передергивание фактов. Модель безусловно военный талант. Однако почему немцы оставили московский плацдарм? Они потерпели поражение под Сталинградом, ударная 6-я армия погибла. Немецкой ставке пришлось срочно сокращать линию фронта, с 530 до 200 километров, освобождать части 9-й армии и резервы, связанные на центральном направлении и прибывающие из Европы, чтобы ликвидировать последствия сталинградской катастрофы. Иного выхода, кроме оставления Ржевского плацдарма, у вермахта не осталось. С другой стороны, успех в Сталинграде был связан и с боями в районе Ржева. Красные армейцы под прикрытием танков «Валентайн МК-2» идут в атаку на Калининском фронте. Ржевское-Сочевское направление 1942 год Советские танки Т-60 и КВ-1 «Ворошилов» из состава 2-го батальона 3-й отдельной гвардейской танковой бригады ведут бой в районе Ржева. Май-июнь 1942 год Расчет выкатывает на боевую позицию 76 ММ дивизионную пушку образца 1939 года, УСП, во время боев 178-й стрелковой дивизии под Ржевом. 1942 год Красные армейцы в уличном бою в Ржеве. Март 1943 год Расчет источник фотографий http colon slash slash waralbum dot ru slash